Между прощением Аллаха и его велениями Многие невежды положились на милость Аллаха, его прощение и щедрость, и предали забвению его веления и запреты. И забыли о том, что он суров в наказании, и что его кара неотвратима для преступающих его законы. Человек, который полагается на прощение Аллаха, продолжая совершать грехи, подобен упорствующему в них. Мааруф сказал, «Твои надежды на милость того, кому ты не подчиняешься, признак оставления беспомощи и глупости». А кто-то из ученых сказал, «Если он повелел отсекать один из органов твоих из-за трех дирхамов, то кто гарантирует, что в мире вечном тебя не постигнет подобное наказание». Аль-Хасану сказали, «Мы видим, что ты много плачешь». Он же сказал, «Я боюсь, что он бросит меня в огонь». Усам Айбн Зейд, да будет доволен Аллах им и его отцом, передает, «Я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Приведут в судный день некоего человека и бросят в ад, и кишки его вывалятся, и будет он крутиться вокруг них в аду, как крутится осел вокруг жерного. И обитатели ада соберутся вокруг него и скажут, «Эй, такой-то, что с тобой? Разве ты не побуждал нас к одобряемому и не удерживал от порицаемого?» Он ответит, «Я побуждал вас к одобряемому, а сам не совершал его. И я удерживал вас от порицаемого, а сам совершал его», — передали Аль-Бухари муслим. Абу-Рафи передает, «Однажды посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, проходил мимо кладбища Аль-Бакы и сказал, «Уф тебе! Уф тебе!» И я решил, что он говорит это мне. Но он сказал, «О нет, просто это могила такого-то. Однажды я послал его собрать закят с одного племени, и он присвоил полосатую накидку, и сейчас на него надели подобное одеяние из огня», — передали Ахмад, Ан-Насай. Анас ибн Малик, да будет доволен им Аллах, передает, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Во время моего ночного путешествия я проходил мимо людей, рты которых разрезались огненными ножницами. И я спросил, кто это. Мне сказали, это произносившие проповеди в жизни ближней. Они побуждали людей к одобряемому, но при этом забывали о себе. Разве они не разумеют?» — приводят Ахмад, Аль-Багауи и Банабид-Дунья. Он также передает, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Когда я был вознесен на небеса, то проходил мимо людей с медными когтями, которыми они царапали себе лицо и грудь. Я спросил, кто это, о Джибриль. Он ответил, «Это пожирающие плоть людей посредством злословия и сплетен и задевающие их честь». Передали Ахмад, Абу-Дауд и Банабид-Дунья. И он передает. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, часто говорил, «О поворачивающие сердца, укрепи сердце мое в приверженности твоей религии». Мы спросили, «О посланник Аллаха, мы уверовали в тебя и в то, что ты принес. Так неужели ты боишься за нас?» Он ответил, «Да, ибо поистине сердца между двух пальцев милостивого». И он поворачивает их, как пожелает. Передали Ахмад от Тирмизи и Банмаджа. Это указание на смирение и кротость посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, несмотря на то, что, как известно, он был защищен от грехов. И он побуждал свою общину обращаться к Аллаху с такой мольбой, как бы указывая, что по-настоящему важно то, каким будет конец человека, благим или скверным. Далиль Аль-Фалихин. В версии Ум-Салямы, да будет доволен ею Аллах, сообщается, что она спросила посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, о причине, по которой он так часто обращается ко Всевышнему с этой мольбой. И посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, ответил, о Ум-Саляма, поистине сердце всякого потомка Адама, меж двух пальцев Аллаха, и он утверждает, кого пожелает, в приверженности религии и уклоняет в сторону, кого пожелает. Муаз читал, Господь наш, не уклоняй наши сердца в сторону, после того, как ты наставил нас на прямой путь. Сура семейства Имрана, аят восьмой. Привел от Тирмизи. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, приведут в судный день того из обитателей огня, кто больше всех утопал в роскоши в мире этом, и поместят его в огонь ненадолго, а потом спросят, о потомок Адама, видел ли ты когда-нибудь благо, испытывал ли ты когда-нибудь наслаждение? Он ответит, нет, клянусь Аллахом, Господи, и приведут того из обитателей рая, у кого в этом мире была самая тяжкая жизнь, и поместят в рай ненадолго, а потом спросят, о потомок Адама, видел ли ты когда-нибудь бедствие? Испытывал ли ты когда-нибудь тяготы? Он ответит, нет, клянусь Аллахом, Господи, никогда не испытывал я бедствий и никогда не видел я тягот. Передал муслим. Аль-Барайбан Азиб, да будет доволен им Аллах, передает. Однажды мы вышли вместе с пророком, мир ему и благословение Аллаха, чтобы похоронить одного ансара. Мы подошли к могиле, в которой еще не сделали нишу. И посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сел, и мы сели вокруг него. При этом мы сидели столь тихо и неподвижно, словно на головах у нас были птицы. В руках у него была палка, которую он ковырял землю. А потом он поднял голову и сказал, просите у Аллаха защиты от мучений в могиле, два или три раза. Затем он сказал, когда верующий раб Аллаха расстается с этим миром и готовится перейти в мир вечный, к нему не сходят с небес ангелы со светлыми лицами, сияющими подобно солнцу. Они несут с собой саван из рая и райские благовония. Они садятся вокруг него так, чтобы он видел их. А потом приходит ангел смерти и садится у его головы и говорит, о душа успокоившаяся, выйди к прощению Аллаха и довольству его. И она выходит, вытекая из тела подобно тому, как вытекает капля воды из горлышка сосуда, и он забирает ее. И когда ангел смерти забирает ее, они не оставляют ее в его руках ни на миг. Забрав ее, они оборачивают ее саваном и умощают благовониями. И она начинает источать благоухание, подобное аромату лучшего мускуса на земле. Потом они поднимаются вместе с ней, и где бы они ни оказались с ней, всюду ангелы вопрошают, что это за благая душа. Они говорят в ответ, это такой-то сын такого-то, называя при этом лучшие из тех имен, которыми называли его в этом мире. Потом они прибывают к нижнему небу и просят разрешения войти. Перед ней открывают врата, и ангелы с каждого неба провожают ее до следующего неба, пока не прибудет эта душа к седьмому небу. Тогда Всевышний Аллах говорит, запишите раба моего в Иль-Ли-Юн, а потом верните его на землю. Из нее я сотворил их, и в нее я возвращаю их, и из нее выведу их снова. И душа его возвращается в тело, и к нему приходят два ангела, которые усаживают его и говорят ему, кто твой Господь? Он отвечает, мой Господь Аллах. Они говорят, какова твоя религия? Он отвечает, моя религия Ислам. Тогда они говорят, а что это за человек, который был послан к вам? Он отвечает, это Мухаммад, посланник Аллаха. И они говорят ему, каково знание твое? И он отвечает, я читал книгу Аллаха, уверовал в нее и поверил. И раздастся глаз с небес, правду сказал раб мой, постелите ему из рая, и наденьте его из рая, и откройте перед ним врата в рай. И приходит к нему блаженство и благоухание рая, и могила его становится просторной, расширяясь настолько, насколько хватает взгляда. И приходит к нему человек с прекрасным лицом, в красивой одежде, от которого исходит благоухание, и говорит, радуйся тому, что принесет тебя отраду. Это день, который был обещан тебе. Тогда тот спросит его, кто же ты? Лицо твое, лицо того, кто приходит с добром. Он скажет, я, твои благие дела. Тогда он скажет, Господи, ускорь наступление часа, чтобы вернуться мне к моим родным и к моему имуществу. А к неверующему рабу Аллаха, когда покидает он этот мир и готовится перейти в мир вечный, нисходят с небес ангелы с черными лицами. Они приносят грубую влосеницу и садятся возле него так, чтобы он их видел. Затем приходит ангел смерти, садится у его головы и говорит, О душа скверная, выйди к гневу Аллаха и недовольству его. И она начинает от страха метаться в теле, и он вытаскивает ее, как вытаскивают вертел из мокрой шерсти. И когда забирает ее ангел смерти, они не оставляют ее в его руках ни на миг. Они облачают ее в грубую влосеницу, и она начинает источать зловоние, подобное самому отвратительному зловонию, исходящему от разлагающегося трупа на земле. Потом они поднимаются с ней, и все ангелы, которые им встречаются, вопрошают, что это за скверная душа? Они отвечают, это такой-то сын такого-то, перечисляя самые отвратительные из тех имен, которыми его называли в этом мире. Потом они прибывают вместе с ней к нижнему небу и просят для нее разрешения войти, но ей не отворяют. После этого посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, прочитал. Воистину не откроются врата небесные для тех, кто считал ложью наши знамения и превозносился над ними. Они не войдут в рай, пока верблюд не пройдет сквозь игольное ушко. Сура Ограды, аят сороковой. После чего продолжил. И Всевышний Аллах говорит, запишите его в Сиджин, в нижнюю землю, и душа его низвергается силой, падая. После этого пророк, мир ему и благословение Аллаха, прочитал. А кто приобщается товарищей к Аллаху, тот словно падает с неба, и птицы подхватывают его, или же ветер уносит его в далекое место. Сура паломничества, аят 31. И он продолжил, и душа его возвращается в тело. И приходят к нему два ангела, усаживают и говорят ему, кто твой Господь? Он отвечает, я не знаю. Тогда они говорят ему, какова твоя религия? Он отвечает, я не знаю. Тогда они говорят, а что скажешь ты о человеке, который был послан к вам? Он отвечает, я не знаю. И раздается глаз с небес, солгал раб мой, постелите же ему из огня, оденьте его из огня и откройте ему врата в огонь. И тогда придет к нему пламя ада и дым его, и могила его сожмется так, что смешаются ребра его. И придет к нему человек с некрасивым лицом, в отвратительной одежде, от которого будет исходить тошнотворный запах и произнесет, знай, что пришло к тебе то, что не обрадует тебя. Это день, который был обещан тебе. Тот скажет, кто же ты? Лицо твое, лицо того, кто приходит со злом. Он ответит, я, твои скверные дела. И он скажет, господи, пусть не наступает час. Передали Ахмад, Абудауд, Ибн Маджа. В версии Ахмада также говорится, И приставит Аллах к нему глухого и немого слепца с таким молотом в руках, что если бы он ударил им скалу, она бы рассыпалась в прах. И он ударит его этим молотом так, что тот рассыплется в прах. А потом Аллах вернет ему прежний облик, и он ударит его снова, и он издаст такой вопль, что услышат его все, кроме джиннов и людей. Аль-Бара сказал, передавая от пророка мир ему и благословение Аллаха. После этого откроются перед ним врата огня, и ему будет постелена огненная подстилка. Передал Ахмад. Аль-Бара также передает, однажды, когда мы были с посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Он увидел группу людей и спросил, зачем они собрались. Ему ответили, они копают могилу. Тогда он, словно испугавшись, обогнал своих сподвижников и поспешил к этой могиле. Подойдя к ней, он опустился на колени. Я же встал напротив него, чтобы видеть, что он будет делать. Он заплакал так, что земля намокла от его слез, после чего повернулся к нам и сказал, «Братья мои, вот к такому дню готовьте благие деяния». Передали Ахмад ибн Маджа. Бурайда, да будет доволен им Аллах, передает. Однажды посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, вышел к нам и трижды спросил, «О люди, знаете ли вы, с кем можно сравнить нас с вами?» Они ответили, «Аллаху и его посланнику об этом известно лучше». Он сказал, «Мы с вами подобны людям, которые, опасаясь нападения врага, послали одного человека на разведку». И он увидел врага и повернулся, чтобы предупредить их. Но потом, побоявшись, что враг настигнет его раньше, чем он успеет предупредить их, он схватил свою одежду и трижды показал им, мол, «О люди, на вас напали!» «О люди, на вас напали!» Привел Ахмад. Приверженцы мира этого, подобные людям, которые отправились в путь вместе со своим имуществом и семьями, и проходя мимо долины, в которой много травы, воды и фруктов, остановились там. Они поставили палатки, а потом построили дома и дворцы. А однажды к ним пришел человек, чистосердечие, правдивость и честность которого была им хорошо известна. Он сказал им, «Поистине, я видел своими глазами войско позади этой долины, которая направляется прямо к вам. Следуйте же за мной, и я проведу вас не той дорогой, которой идет враг, и вы спасетесь от него». И небольшая группа людей подчинилась ему. Он крикнул им, «О люди, спасайтесь, спасайтесь! На вас напали, на вас напали!» Слышавшие его закричали то же самое членам своих семей, детям и соплеменникам. Но те сказали, «Как же мы покинем эту долину и наши дома после того, как мы поселились здесь?» Этот предостерегающий сказал им, «Пусть каждый из вас спасается, взяв с собой небольшую, легкую ношу, а иначе он будет схвачен, а его имущество отобрано у него». Но влиятельным, богатым предводителям было трудно расстаться с наслаждениями, роскошью и негой. «И каждый глупец сказал, я возьму пример состоющихся, ведь у них больше имущества и семьи у них больше, и если что-то случится с ними, то и со мной произойдет тоже». А меньшинство последовало за предостерегающим и спаслось, а войско напало на долину, убив оставшихся там и забрав их имущество. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, приводил такой же пример в хадисе, который передал Абу-Бурда от своего отца Абу-Мусы, да будет доволен им Аллах, о том, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Поистине я, и то, с чем послал меня Аллах, подобный человеку, который пришел к своим соплеменникам и сказал, «О люди, поистине я видел войско своими глазами, и я ногой увещеватель, спасайтесь же, спасайтесь», и некоторые его соплеменники послушались его, спокойно отправились в путь ночью и спаслись, а остальные сочли предостережение ложью и остались на месте, а утром войско напало на них и погубило их, истребив их всех. Таковы те, кто подчинился мне и последовал тому, что я принес, а также те, кто ослушался, и счел ложью, принесенную мною истину, передали Аль-Бухари муслим. Джабир, да будет доволен Аллах им и его отцом, передает, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Все опьяняющее запретно». Поистине всемогущий и великий Аллах Аллах обещал напоить того, кто пьет опьяняющие напитки Тынат Аль-Хабаль. Люди спросили, а что такое Тынат Аль-Хабаль? Он сказал, это пот обитателей ада или сок из тел обитателей ада, передал муслим. Абузар, да будет доволен им Аллах, передает, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Поистине я вижу то, чего не видите вы, и слышу то, чего не слышите вы». Скрипит небо, да и как ему не заскрипеть, когда там на каждом кусочке размером в четыре пальца склонившийся в земном поклоне ангел. Если бы вы знали то, что знаю я, вы бы мало смеялись и много плакали, и не наслаждались бы женщинами на ложах, а вышли бы на дороге и взывали бы ко всемогущему и великому Аллаху. Абузар сказал, «Клянусь Аллахом, я желал бы быть деревом, объедаемым скотиной», передали от Тирмези ибн Маджа Ахмад. Аль-Кари сказал, что может подразумеваться восхваление и прославление Всевышнего, поскольку Всевышний Аллах сказал, «Его славят семь небес, земля и те, кто на них. Нет ничего, что не прославляло бы его хвалой, но вы не понимаете их словословие». Сура «Ночное путешествие», аят 44. Джабир, да будет доволен Аллах им и его отцом, передает, «Однажды мы вышли вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Это было, когда скончался Саад ибн Муаз, когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, совершил молитву по нему. И его тело спустили в могилу, и землю над могилой разровняли. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Субхан Аллах! Причист Аллах!» И мы долго повторяли эти слова. А потом он сказал, «Аллаху Акбар!» «Аллах Велик!» И мы повторили эти слова. И кто-то спросил, «О посланник Аллаха! Почему ты сначала сказал, «Причист Аллах!» А потом «Аллах Велик!»» Он ответил, «Этого праведного раба Аллаха могила сдавила, а потом Аллах избавил его от этого». Передал Ахмад. Абусаид Аль-Худри, да будет доволен им Аллах, передает, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Когда покойного кладут на погребальные носилки, и мужчины несут их на своих плечах, то если покойный был праведным, его душа говорит, «Несите меня вперед!» «Несите меня вперед!» «Если же покойный не был праведным!» Его душа говорит, «О горе мне! Куда вы несете меня?» И голос этот слышен всем, кроме человека, а если бы услышал его человек, он лишился бы чувств, от ужаса». Передал Аль-Бухари. Абу-умама, да будет доволен им Аллах, передает, «Я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует», сказал, «В день воскресения солнце приблизится к людям настолько, что окажется всего в миле от них, и будет добавлено к жару его то-то и то-то, так что головы закипят от него, как кипят котлы, и они погрузятся в собственный пот, соответственно своим грехам, и у некоторых из них он будет доходить до щиколоток, у других до колен, у третьих до поясницы, а некоторых из них он взнуздает». Передал Ахмад. Аль-Микдад ибн-Алясвад передает, «Я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует», сказал, «В день воскресения солнце приблизится к людям настолько, что окажется всего в миле от них». Сулейм ибн Амир сказал, «И я клянусь Аллахом, не знаю, что он имел в виду, когда говорил миле, определенное расстояние на земле или же палочку с одноименным названием, с помощью которой подкрашивают глаза сюрьмой». Пророк, мир ему и благословение Аллаха, также сказал, «Что же касается людей, то они погрузятся в собственный пот сообразно своим делам, и у некоторых из них он будет доходить до щиколоток, у других до колен, у третьих до поясницы, а некоторых из них он взнуздает». Сказав это посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, указал рукой на свой рот, передал муслим. Ибн Амар, да будет доволен Аллах им и его отцом, передает, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал о словах Всевышнего, «В тот день, когда люди предстанут перед Господом миров», сура обвешивающие аят шестой, следующее, «Некоторые из них будут стоять, погруженные в собственный пот до середины ушей», передали Аль-Бухари муслим. Ибн Аббас, да будет доволен Аллах им и его отцом, передает, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Как я могу наслаждаться жизнью, когда тот, кто держит в своих руках рог, уже поднес его ко рту, склонил голову и прислушивается, ожидая веления протрубить в него?» Его сподвижники спросили, что же нам говорить? Он ответил, «Говорите, достаточно нам Аллаха, и прекрасный он покровитель, на Аллаха уповаем мы», передал Ахмад. «Ибн Омар, да будет доволен Аллах им и его отцом, сказал, возводя эти слова к пророку, мир ему и благословение Аллаха. Тот, кто превозносится в душе своей или вышагивает горделиво, встретит Всевышнего Аллаха, разгневанным на него», передал Ахмад. «Подразумевается высокомерие, надменность и кичливость», приводит Ибн Алясер в Аннихая. «Иначе говоря, этот человек не признает, что приходящее к нему благо, проявление благоволения и милости Аллаха к нему, и считает, что это его личная заслуга, то есть он якобы заслужил эти блага своим знаниям и деяниями. Такой человек навлекает на себя гнев Всевышнего Аллаха. Если же человек уверовал в Аллаха и убежден в сердце своем, что все блага приходят к нему от Аллаха, как он и сказал, «все блага, которые вы имеете, от Аллаха» Сура Пчелы, аят 53. «И радуется приходу к нему его милости так, как Всевышний повелел ему радоваться, сказав, «Скажи, это милость и милосердие Аллаха, пусть они возрадуются этому» Сура Юнус, аят 57. То на такого человека не распространяется эта угроза, и он далек от совершения дел на показ и самолюбования. Фадль. Он же передает, что посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Поистине, создающие изображения живых существ подвергнутся наказанию в судный день, и им будет сказано, «Оживите то, что вы создали», передали Аль-Бухари муслим. Пророк да благословит его Аллах и приветствует. Также сказал, «После смерти любого из вас ему показывают его место по утрам и вечерам. Если он из обитателей рая, то это его место в раю, а если он из обитателей огня, то это его место в огне. При этом ему говорят, «Это твое место, и ты займешь его, когда всемогущий и великий Аллах воскресит тебя в судный день», передали Аль-Бухари муслим. Пророк да благословит его Аллах и приветствует. Также сказал, «После того, как обитатели рая окажутся в раю, а обитатели ада в аду, приведут смерть, которая будет помещена между раем и адом, потом ее зарежут, потом глашат и возгласит, «О обитатели рая, вечность, смерти больше нет». «О обитатели огня, вечность, смерти больше нет». «И это добавит обитателям рая радости, а обитателям огня печали». Передали Аль-Бухари муслим. Абдуллах ибн Амр, да будет доволен Аллах им и его отцом, передает, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Тот, кто оставил молитву один раз по причине опьянения, как будто владел всем миром, а потом лишился его. А тот, кто оставил молитву четыре раза по причине опьянения, заслуживает того, чтобы Аллах напоил его из Тенат Аль-Хабль. Кто-то спросил, «А что такое Тенат Аль-Хабль, о посланник Аллаха?» Он ответил, «Сок из тел обитателя гиенны», передал Ахмад. Он же передает, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «От того, кто выпил опьяняющий напиток, Аллах не будет принимать молитву в течение сорока дней, а если он раскается, то Аллах простит его. Если же это повторится, то Аллах не будет принимать молитву в течение сорока дней, а если он раскается, то Аллах простит его. Он сказал, и я не помню, в третий или четвертый раз он сказал, если же это повторится, то Аллах непременно напоит его Радгат Аль-Хабаль в судный день, передали Ат-Тирмизи и Бамаджа Ахмад. Согласно одной из версий, молитва упомянута потому, что она лучшей из видов телесного поклонения, и если ее Аллах не примет от употребляющего опьяняющие напитки, то он еще более заслуживает того, чтобы и остальные совершаемые им виды поклонения не были приняты. Тухва Таляхвази. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, в судный день люди пройдут три этапа, два из них это спор и оправдание, а третий это когда полетят в руки свитки, и кто-то будет брать свой свиток правой рукой, а кто-то левый, передали Ибамаджа Ахмад Ат-Тирмизи. Сначала они будут стараться выгородить себя и говорить, мол пророки не донесли до нас послание, и приводить другие доводы Господу, а потом признаются и скажут, что сделали все это, но будут оправдываться, говоря, что сделали это по оплошности, по ошибке, по невежеству и так далее. Но на этом суд не завершится. Будет еще раздача свитков с записью деяний. Тухва Таляхвази. Ибн Масуд, да будет доволен им Аллах, передает, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, Остерегайтесь незначительных грехов, ибо они копятся у человека и губят его. Затем он сравнил совершающие такие грехи с людьми, которые остановились на пустыре и им потребовались дрова. И вот один принес сухую ветку, и другой принес сухую ветку, и так они собрали вместе много дров и развели огонь, и приготовили еду. Передал Ахмад. Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, передает, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, Будет воздвигнут над адом Сырат, и стану я первым, кто пройдет по нему. И в тот день посланники станут говорить, О Аллах, спаси, спаси. И будут там крючья, подобные колючкам растения Саадан. Они станут хватать людей сообразно делам их, и некоторые из них будут погублены за свои дела, а у других будут вырваны куски плоти, но потом они спасутся. Завершив судно дробами и желая вывести из огня тех, кого он пожелал помиловать, и свидетельствовавших, что нет божества, кроме Аллаха, он велит ангелам вывести их, и они узнают их по следам от земных поклонов, поскольку Аллах запретил огню пожирать следы земных поклонов. И они выведут их после того, как те обгорят, и на них будет вылита вода, называемая водой жизни, и они вырастут подобно тому, как прорастает зерно, принесенное потоком, передали Аль-Бухари муслим. Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, передает. Я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал. Поистине, первыми из людей, кого будут судить в судный день, окажутся трое. Первый — человек, павший в сражении. Его приведут, и Аллах напомнит ему о своих милостях. И он признает их, а потом Аллах спросит, «И что же ты сделал в благодарность за них?» Он ответит, «Я сражался ради тебя, пока не погиб». Аллах скажет, «Ты лжешь, ибо сражался ты только ради того, чтобы люди говорили «храбрец», и они говорили так. Затем относительно этого человека будет отдано повеление, и его поволокут лицом вниз, чтобы ввергнуть в ад. Затем приведут человека, который приобретал знания, обучал ему других и читал Коран. И Аллах напомнит ему о своих милостях, и он признает их. А потом Аллах спросит, «И что же ты сделал в благодарность за них?» Он ответит, «Я приобретал знания и обучал ему других, и читал Коран ради тебя». Аллах скажет, «Ты лжешь, ибо учился ты только ради того, чтобы люди говорили «знающий», и читал Коран только для того, чтобы люди говорили «чтец», и они говорили так. Затем относительно этого человека будет отдано повеление, и его поволокут лицом вниз, чтобы ввергнуть в ад. А потом приведут человека, которому Аллах даровал обширный удел, и которого наделил он разными видами богатств. И Аллах напомнит ему о своих милостях, и он признает их. А потом Аллах спросит, «И что же ты сделал в благодарность за них?» Он ответит, «Я не упускал ни одной возможности потратить дарованное так, как это угодно тебе». Аллах скажет, «Ты лжешь, ибо ты делал это только для того, чтобы люди говорили «щедрый», и они говорили так». Затем относительно этого человека будет отдано повеление, и его поволокут лицом вниз, чтобы ввергнуть в ад. Передали муслим Аннасай. Это означает, это означает, поскольку они говорили так, «постольку ты уже добился того, к чему стремился, и все это было сделано не ради меня и не принято мною, а потому никакой награды за эти деяния тебе не полагается». В другой версии говорится, «Эти трое будут первыми из творений Аллаха, которыми он разожжет пламя ада в судный день». Я слышал, как шейх Ислама говорил, «Лучшие из людей — пророки, а худшие из людей, старающиеся подражать им из числа лжецов и утверждающие, что он из них, хотя на самом деле он не из них. А лучшие люди после них — искренние обладатели знания, мученики и подающие милостыню, а худшие из людей — тот, кто подражает им, делая вид, что он из них, хотя на самом деле он не из них». Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, передает, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Пусть допустивший по отношению к своему брату несправедливость, которая затронула его имущество или честь, освободится от этого до того, как он будет взят из этого мира без динаров и дирхамов, ибо тогда в судный день если будут у него благие дела, из них будет взято что-нибудь в соответствии с тяжестью нанесенной им обиды и отдано обиженному, а если благих дел у него не окажется, будет взято что-нибудь из скверных дел обиженного и возложено на него, а потом он будет брошен в огонь». Привели Аль-Бухари от Тирмизи. Абу-Хурейра, да будет доволен им Аллах, передает, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Тот, кто присвоит хотя бы пять земли без права, провалится в судный день сквозь семь земель», передали Аль-Бухари муслим. Он же передает, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Ваш огонь, который разводят потомки Адама, лишь одна семидесятая часть огня гиенны». Они сказали, «Клянемся Аллахом, и этого одного огня было бы достаточно». Он же сказал, «Огонь гиенны превосходит его своим жаром в семьдесят раз», передали Аль-Бухари муслим. Муазы бен Джабль, да будет доволен им Аллах, передает, «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, дал мне наставление, сказав, не предавай Аллаху сотоварищей, даже если тебя убьют или сожгут. И ни в коем случае не будь непочтителен к родителям, даже если они повелят тебе покинуть имущество твое и семью твою. И ни в коем случае не оставляй обязательную молитву намеренно, ибо поистине тот, кто оставляет обязательную молитву намеренно, лишается защиты Аллаха. «И ни в коем случае не пей вино, ибо оно – глава всех мерзостей. И остерегайся ослушания, ибо поистине ослушание навлекает на тебя недовольство Аллаха», передал Ахмад. Хадисов на эту тему во много раз больше, чем мы упомянули. И тот, кто искренне заботится о душе своей, не должен закрывать глаза на них и позволять душе своей беспрепятственно ослушиваться Аллаха под предлогом надежды на милость Аллаха и ожидания от него лишь хорошего. Абульвафайбанакль сказал, «Остерегайся его и не обольщайся, ибо он повелел отсекать руку за кражу чего-нибудь стоимостью не менее трех дирхамов и подвергать бичеванию за употребление вина размером с игольное ушко». И одна женщина вошла в огонь из-за кошки, и накидка обернулась пламенем для присвоившего ее, несмотря на то, что он погиб мучеником. Абу Муавия передает от Алямаша, от Сулеймана ибн Майсары, от Талика ибн Шихаба, что пророк да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Один человек попал в рай из-за мухи, а другой попал в ад из-за мухи». Люди спросили, «Как же это, о посланник Аллаха?» Он ответил, «Два человека проходили мимо людей, у которых был идол, мимо которого никому не дозволялось пройти, не принеся ему никакой жертвы». И они сказали одному из них, «Принеси ему какую-нибудь жертву». Он же сказал, «Но у меня ничего нет». Они сказали, «Приподнеси ему что-нибудь, пусть даже муху». И он преподнес этому идолу муху, и они позволили ему идти дальше, и он попал в огонь. А потом второму сказали, «Приподнеси идолу что-нибудь». Он же сказал, «Я не стану совершать никаких жертвоприношений никому, кроме всемогущего и великого Аллаха». И они отрубили ему голову, и он попал в рай. Ибн Аль-Кейм ошибочно возводит это сообщение к пророку, мир ему и благословение Аллаха. На самом деле, эта история была рассказана не пророком, мир ему и благословение Аллаха, а сподвижником, сальманом Аль-Фариси, да будет доволен им Аллах. Так произнесение одного слова может стать причиной того, что человек будет брошен в ад и пролетит там расстояние, подобное расстоянию между востоком и западом. Как сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует в достоверном хадисе, поистине бывает, что раб Аллаха произносит слово, не придавая ему значения, но за него оказывается брошенным в огонь, пролетая в нем расстояние большее, чем расстояние между востоком и западом. Передаль Аль-Бухари, муслим. Некоторые попавшие в обольщение, видя милости Аллаха, приходящие к ним в этом мире, начинают думать, что Аллах не станет наказывать их за грехи и что это проявление любви Аллаха к ним, и что в мире вечном Аллах одарит их чем-то еще лучшим. Это обольщение. Укба-Ибанамир передает, что пророк да благословит его Аллах и приветствует, сказал, если увидишь, что Всевышний Аллах дарует рабу своему то, что он любит, несмотря на его ослушание, то это всего лишь завлечение. Затем он прочитал слова Всевышнего Аллаха. Когда они позабыли о том, что им напоминали, мы распахнули перед ними врата ко всякой вещи. Когда же они возрадовались дарованному, мы схватили их внезапно, и они пришли в отчаяние. Сура Скотт, аят 44. Один из наших праведных предшественников сказал, если ты видишь, что милости Аллаха приходят к тебе одна за другой, хотя ты упорствуешь в ослушании его, то остерегайся, ибо это лишь завлечение. Ведь Всевышний Аллах сказал, если бы люди не могли стать одной общиной неверующих, то мы сделали бы в домах тех, которые не веруют в милостивого, серебряные крыши и лестницы, на которые они бы взбирались, а также серебряные двери и ложи в их домах, на которых они бы лежали, прислонившись, а также украшения, ведь все это просто ничего не стоящее, переходящее благо земной жизни, а последняя жизнь у твоего Господа уготована для богобоязненных. Сура Украшения, аяты 33-35. И Всевышний Аллах ответил тем, кто думал так. Когда Господь испытывает человека, оказывая ему милость и одаряя его благами, тот говорит, Господь мой почтил меня. Когда же он испытывает его, ограничивая его в пропитании, тот говорит, Господь мой унизил меня. Вовсе нет. Сура Утренняя Заря, аяты 15-17. То есть не всем, кого я одаряю своими милостями и кому я посылаю щедрый удел, я оказываю почет таким образом. И не каждого, кого я подвергаю испытаниям и делаю его удел скудным, я унижаю таким образом. Бывает, что я испытываю одного посредством милостей и оказываю почет другому посредством испытаний. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, Поистине Аллах дарует мирские блага тем, кого любит и тем, кого не любит, а веру он дарует лишь тем, кого любит, передал Ахмад. Он дарует благо и своим пророкам, и приближенным, например, Сулейману, мир ему, и Усману и Бонафану, да будет доволен им Аллах, и неверующим, наподобие фараона и Хамана. Всевышний Аллах сказал, «Каждого из тех и других мы наделяем дарами твоего Господа, и дары твоего Господа не являются запрещенными». Сура «Ночное путешествие», аят 20. «И верующий не должен обольщаться тем, что грешникам даруются мирские блага, ибо поистине они обретают мирские блага, но сами при этом неуклонно идут к заслуженному наказанию». Один из наших праведных предшественников сказал, «Бывает, что Аллах, посылая человеку милости, просто завлекает его, а тот не понимает этого. И бывает, что человек обольщается тем, что Аллах покрывает грехи его, и он не осознает, что это всего лишь отсрочка наказания. И бывает, что человек обольщается людскими похвалами, и не осознает, что это всего лишь отсрочка наказания».